Это территория КАН на телеканале КРТВ. Меня зовут Анастасия Евстафьева. Здравствуйте! Это лето большинство россиян проведут дома или на даче, говорит нам в ЦИОМ. Внутренний туризм чуть ли не единственный возможный в нынешней сложной эпидемиологической обстановке. Впрочем, он же отличный шанс узнать что-то новое, не наматывая километры. К примеру, Красногорск, цитата, известен усадьбой Архангельской, всесезонным горнолыжным комплексом Снежком, новым океанариумом, живописными видами на Москву-реку, современными башнями, новостройками и футуристичным домом. Правительство уверено на портале Лето в Подмосковье. На какие еще достопримечательности в округе и в округе за его пределами, стоит обратить внимание, знает заведующая туризмко-информационным центром Марина Былина. Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Степановна, добро пожаловать. Итак, Лето в Подмосковье – это прогулки в усадьбе, а в усадьбе Знаменская, поскольку это изначально было летней резиденцией, летом, возможно, прогулки лучше всего. Согласны? Я согласна. И не только летом. Очень хорошо, что усадьба Знаменская-Губайлова из самой неизвестной, как она числилась среди десяти лучших усадеб Подмосковья, все больше и больше превращается не просто в узнаваемую, а в любимую многими усадьбу. Это радует. И она находится ведь в очень таком удобном месте для туристов, потому что те, кто едет, скажем, в нашу русскую Палестину, они по пути сейчас, да, они останавливаются в усадьбе, они заранее даже заказывают экскурсию, потому что мы поедем мимо, хотим к вам тоже заехать, прочитали, у вас тоже очень интересно оказывается. То есть усадьба стала уже узнаваемой. Как сезоны влияют на состояние в усадьбе? Мероприятия, понятно, там у нас круглогодичные. Круглогодичные, да. И экскурсии круглогодичные, я хочу сказать. И это непредсказуемо, потому что вот есть месяцы, вот, например, декабрь был, я хочу сказать, что очень насыщенным как раз на экскурсионные программы. Очень много было людей, и это прекрасно. Если посмотреть на усадьбу Знаменская, она в абсолютно зеленом, конечно, кластеры находятся, в некоторых случаях ее даже не видно за тем количеством зелени, особенно сверху. Поэтому я и говорю, что природа очень большой вклад вносит в образ нашей усадьбы. Это правда, он у нас вообще город зеленый, ведь правда, один парк перетекает в другой, то есть усадебный парк перетекает плавно, в детский парк и так далее, и так далее. И усадьба действительно, она находится, казалось бы, вот, вблизи Волоколамки, этой вечно шумящей рекой текущей, и в одну, и в другую сторону. И тем не менее, вот, два шага от Волоколамки, и ты в какой-то тишине уже находишься. То есть усадебная энергетика есть даже здесь. Да, я согласна с вами. Есть и сохранившийся в том или ином виде 17 века архитектурный ансамбль, да, кроме зданий. Что вот в комплексе усадебном есть такого интересного для туристов, что они вот персонально останавливаются конкретно для того, чтобы посетить этот комплекс? Ну, не секрет, что сегодня из тех зданий, которые сохранились, только одно рабочее. Это западный флигель, в котором находится культурно-выставочный комплекс, который так и называется, Знаменское-Губайлово, и придумывать ничего не нужно было. И здесь проходит множество мероприятий, это и выставки, это и гостиные, и творческие встречи. И у нас вот есть, может быть, об этом стоит рассказать, такое традиционное интерактивное мероприятие «Четвертая пятница». Она, эта придумка была вот более трех лет назад, вот так как-то в голове родилась. Я думаю, так, надо что-то такое, что привлекало бы к усадьбе. Я думаю, это должна быть экскурсия прежде всего. Думаю, ну экскурсии маловато, надо еще как-то затянуть в само здание, показать его. И вот так родилось комплексное мероприятие. То есть сначала экскурсия, неотменяемая, каждую четвертую пятницу. Вот за это время, вот более уже трех лет существует четвертая пятница. Пожалуй, только два раза ее отменяли в связи с тем, что была страстная пятница один раз. И вторая тоже причина была весьма уважительная, поэтому... А так непременно. Даже если, вы знаете, немного людей пришло. Бывали такие пятницы, бывали, нечего скрывать, когда пять-шесть человек. Ну, она проходила. И экскурсия, и гостиная потом проходила. И это тоже очень хорошо, потому что это традиция. Она должна быть заложенной, она должна быть неотложной. Вы начинаете экскурсию с чего? Экскурсия начинается, вот если посмотреть на экран, да, вот там крутится постоянно здание западный флигель наш. С него вы и начинаете, да? Да, возле него большая фотолитография, увеличенная копия фотолитографии. Это документ важный, исторический для нас, он вообще просто архиважный. Потому что кто-то посмотрит, ну, вроде как схема усадьбы, вроде вид усадьбы. Но это документ. Потому что мы видим усадьбу в 20-е годы 19 века. То есть это еще при Долгоруковых мы видим усадьбу, какая она была. Можем сделать какие-то выводы определенные, можем равняться на это, да. И вот во время экскурсии мы гуляем по усадебному проспекту, представляем, каким он был тогда, в те годы. Три такие вот основные истории в судьбе усадьбы, начиная с 17 века. То есть первая история, это история боярская. Вот когда Волынский решил здесь, как я говорю детям, свою загородную дачу устроить. Да, это была всего лишь дача, да? Да, конечно. И история боярская всего 60 лет длилась. Хотя, ну да, для истории это совсем чуть-чуть. А так вот вроде для человека, вроде и прилично. А потом правнучка его вышла замуж за князя. И начинается княжеская история усадьбы. Она длится долей всего, почти век. То есть почти 100 лет именно Долгоруковы, князья Долгоруковы владели усадьбой. А вот после них, где-то 50 лет, это история таких усадебных переворотов, так скажем. Потому что много хозяев менялись. Одно привносил что-то в усадьбу, другое другое. Так, например, штабс-капитан Орлов, который приобретал усадьбу, построил здание молочного двора. И оно было уникальным. А где оно было? Оно было, вот напротив ГИБДД у нас сейчас дом Поляковых. Его еще называли флигелем 19 века. Он в документах числился. Хотя это надо правильнее, наверное, называть все-таки домом Поляковых. Потому что когда вот эта третья усадебная история началась, основная, купеческая, она самая коротенькая, всего 30 лет, но очень яркая. И именно вот эти 30 лет позволяют сделать усадьбу, позволяют назвать усадьбу и дать ей статус литературной. Вот именно эти 30 лет. И вот этот дом, он стоит как раз на месте бывшего молочного двора, который построили Поляковы, последние владельцы усадьбы. А молочный двор был в стиле замка, в стиле крепости построен. Это было единственное такое сооружение вообще в этих местах. Но его сейчас нет на его месте. Там есть только небольшой стык, сохранившийся. И мы его показываем в экскурсиях, потому что это интересно. Это удивительно. Да, это очень интересно увидеть этот вот кирпич старинный. И представить, да, как вот эта башенка стояла. Это просто интересно. Мы знаем, что на территории усадьбы был когда-то грот, готическая руина. Но готическая руина, это и есть вот этот вот замок, о котором я уже сказала. Это молочная ферма как раз. Она числится как готическая руина. Вот, гроты, да, были. Усадебных построек ведь еще в обозримом прошлом было 18 сохранялось. 18, вот вы, наверное, знаете, что усадьба начиналась не там, где мы сейчас ее привыкли видеть. А с Ивановских прудов? Она начиналась там, где сейчас Ивановские пруды. Вот бояре как раз, Балденские, они там строили первые усадебные дома. Мы сейчас имеем на нашем столе изображение. Я подозреваю, что это та самая литография. Вы не могли бы ее взять? А, да, конечно. Вот эта вот схема усадьбы какого времени? И что мы видим, собственно, на этой схеме? Это вот 20-е годы 19-го столетия. Вот мы видим как раз главный дом, который сейчас на реконструкцию пошел. Вот он сейчас стоит у нас закрытый от глаз, да, только можно видеть садовый как раз фасад со стороны парка. Можно посмотреть какой-то кирпич удивительный. Вот с обеих сторон два флигеля асимметричных, только сегодня они подросли на один этаж. Здесь мы видим одноэтажные флигели. Мы видим здание конного двора, оно сохранилось. Это вот одна из всех построек усадебных, а всего шесть на сегодняшний день сохраняется усадебных построек. Так вот эта постройка, здание конного двора, практически в первозданном виде дошла до нашего времени. Там действительно были кони, да? Поначалу, да, то есть как конный двор использовалось, позже как каретный и больше как каретный потом использовался двор. Вот при Долгоруковых как раз вот севернее этого конного двора, там где сейчас площадь перед ДК Подмосковья, там же был пруд большой, который называли Черным морем. Да, горожане называли Черным морем за темный оттенок воды. Так вот на месте, вокруг этого пруда при Долгоруковых были и теплицы, и оранжереи. И вот на этом изображении как раз мы видим, вот это уже, это не море, это Ивановский пруд, да? Да, конечно, это сводный рисунок, то есть литография предполагает вот эти сводные рисунки, они в одну картину уже сводились, и вот такая получилась картина общая. Вот здание Знаменского храма, здесь мы видим как раз то, с чего начиналась, по сути, усадьба Знаменская Губайлова. Это же доминанта усадебного комплекса. Была ли там Екатерина? Вот большой вопрос. Была, и была дважды Екатерина, и поэтому это тоже одна из причин, что мы можем тоже войти в императорский маршрут, почему нет, да? Потому что те, кто вот едет как раз в Новый Иерусалим, она тоже в свое время, после коронации, во время коронационных торжеств, они продолжались долго, то есть там и полгода все это продолжалось, вот коронация была осенью, а торжества затянулись до самой весны. Она предприняла шествие в Новый Иерусалим, и по пути как раз остановилась в Знаменском Губайлове у Василия Михайловича Долгорукого, оказан ей был, конечно, прием теплый, да, он был обед на 17 персон, как записано в документах, потому что свита, конечно, с ней была. Вот, потом императрица пошла на пруды посмотреть, как удит рыбу. Прекрасно. Есть постройки, да, которые сохранились, и есть постройки, которые не сохранились. Вот вы ведете экскурсию по усадьбе Знаменского Губайлова. К чему вы? Каким местам обязательно отведете? Отведу обязательно к тем, что сохранилось, потому что экскурсия все-таки предполагает показ. Предполагает показ, и если рассказывать о том, чего нет, у нас есть в планах, на самом деле, с краеведами, есть прямо вот с Ивановских прудов начать экскурсию и уже рассказом визуализировать то, что было. Но это вот еще впереди, то есть это наши такие хорошие планы, они осуществятся непременно, потому что такая команда краеведов сильная. Здорово, мы ждем. Тогда мы ждем. Вы же знаете, что у нас такое общество есть, историко-краеведческое, Красногорский летописец, он работает уже тоже больше трех лет. Вот зимой исполнилось три года этому обществу. И прекрасно, что подошли к трехлетию такой замечательной вообще вещью, как губайловские чтения. То есть уже прошла научно-практическая конференция. То есть работа краеведов вышла уже на научную дорогу. Да, это совершенно другой уровень. И если можно подытожить вот эти губайловские чтения, были ли какие-то открытия, которые раньше были неизвестны по истории, или уже все страницы... А вы знаете, нет. Были, конечно, такие вот крупицы, скажем, каких-то вот новшеств. Не скажу, что вау, допустим, открытие очень серьезное. Но вы знаете, они будут, эти открытия, потому что вот сейчас подтягивается, и еще больше краеведов подтягиваются люди совершенно не красногорские. И вот в этой конференции ведь участвовали из Петербурга, генеалог участвовал по Долгорукову как раз. Его доклад был очень полный, потому что мы привыкли информацию о князе Долгорукове небольшими такими вот какими-то кусочками, да, вот имели. А он все подытожил, все рассказал, то есть древо полностью нам представил. И намерен дальше тоже с нами работать и быть консультантом, если это необходимо. Из Рузы приезжали наши партнеры, а Руза вообще может стать нашим городом-побратимом, потому что там вторая усадьба Долгорукова, Крымского, ни много ни мало. И наша усадьба, и та под Рузой Волынщина-Полуэктова достались Василию Михайловичу в качестве свадебного подарка за невестой. Вот поэтому мы такие сестры усадьбы. И получается, что наша усадьба, это вот более близкий к Москве вариант, да, который он приобрел для того, чтобы просто поближе было ездить куда-то? Да, да, да. И он ведь поначалу пользовался как раз постройками Волынских, потому что он был постоянно в походах, Василий Михайлович, он же был человек военный. И постройки Волынских ему пригодились на первых порах. Ну, как у каждого хозяина наступает желание что-то свое сделать. И он тоже решил, задумался постройке нового архитектурно-паркового ансамбля. И вот то, что мы сегодня видим в основе своей, вот то, что сохраняется, это как раз Долгоруковский ансамбль. А на будущий год большой юбилей грядет. Будет 250 лет со времени похода русской армии под предводительством Долгорукого-Крымского. Конечно, наша усадьба должна откликнуться определенными мероприятиями. Но мы очень мечтаем о выставке, конечно, хорошей. Вот. И чтобы чтение посвятить вообще этому походу. Как раз следующее. Есть такие планы. Есть. Здорово. А я предлагаю поговорить о другом владельце усадьбы, о Полякове. И, в частности, поэтия, которого мы можем лицезреть на этом замечательном изображении. Это Бальмонт, который читает стихи. Константин Дмитриевич, сегодня моя группа поддержки. Спасибо ему, что он пришел. Да. У меня вопрос. Вот как раз о тех знаковых вещах в усадьбе, которые, к сожалению, утрачены. Сосновей, на который, собственно, забрался Бальмонт, утрачена была. Погибла, да. Она в 17-м году погибла. В апреле месяце упала. Причем не от урагана, не спилили ее. Как оказалось, когда она упала, уже все поняли, что она болела. То есть на определенном участке гнилой такой ствол оказался. Хотя, вот буквально мы ее измеряли. На какую высоту Бальмонт собирался, измеряли на квестах ребятишки. И пытались обнять ее. То есть сколько людей может ее обнять. И вдруг она упала. Уронила и столб фонарный, и два дерева еще уронила. Вот. То есть пришел, видимо, срок, как приходит срок всему на земле. Но у нее есть продолжение. У нее есть продолжение, к счастью. Потому что еще до этого события, даже за несколько лет до этого события, подрузой есть питомник редких растений. И вот как раз руководители питомника и сотрудники, они собирали семена с Бальмонтовской сосны. То есть самые из нашего Брестогорска. Из этих семян, они подрастили сосенки Веймутовы. И в парадном дворе, вот мы в прошлом году, в апреле месяце, высадили эти сосенки именно деточки Бальмонтовской сосны. Но вот, к сожалению, тоже одна заболела во время этой эпидемии. И совершенно погибла. А одна вот осталась. Надо эту убирать, конечно, больную, чтобы она... Здорово. Ну, есть продолжение у той знаменитой сосны. Здорово. Вот этот рисунок, да, вот это изображение, это исторический факт, что действительно... Это бренд Красногорска, по сути, это бренд Красногорска. Это вот идея реализована совместно с нашим замечательным художником, с художником-прикладником, я бы даже сказала, да, Евгением Глазиом, членом художественного объединения ЛИК. Сейчас, кстати, проходит выставка его в Знаменском Губайлове. Очень интересная выставка, выставка графики, причем такая вот полная, вот на экране как раз мы видим. Евгений говорит, что это работы за последние 25 лет, то есть это четверть века, да, вот если другими словами. Вот, огромное количество великолепных работ, и, как сам мастер говорит, это своего рода кроссворды, в которых вот так вот все, вся философия мастера, все его размышления закодированы в этих кроссвордах. Ну, там действительно на выставке можно увидеть поглотителя пространства, пространство, роженицу, город небесной рыбы, заплыв русалок. И даже герб Красногорска, и заплыв русалок. Про заплыв я тоже спрашивала Евгения, говорю, вот, интересно, вот, чем это, вот, такая картина, идея откуда? Он говорит, ну, это же вот тоже русалки, да, это же вот такое мифическое существо, вот, интересно, вот они бы попали в наше пространство, вот, что бы они могли, допустим, что бы мы, где их могли увидеть? А вот такое соревнование, заплыв русалок. То есть, конечно, и фантазер, художник, и большой философ, я хочу сказать, что он большой философ. Здесь работы, действительно, вот, от русского лупка до русского космизма, вот, вся эта философия этих работ. Ну, тут удивительная любовь к деталям, и, конечно, смысл тут стоит поискать определенно. Хотя сам Евгений неохотно раскрывает, да, не дает ключей. Ну, особо не говорит, но, вы знаете, тем интереснее. Вот, например, приходят, когда посетители здесь вот приезжали из Петербурга, тоже мои знакомые, так вот, я хочу сказать, что они были восхищены этими работами, и просто прочитывали, ну, вот, задерживаясь у работы понравившейся, они прямо ее читали, 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 находили какие-то новые, новые детали. А вот выставка Черниевской игрушки, это тоже бренд Красногорска уже теперь, это тоже работа Евгения, как и вот этот Бальмант на сосне, потому что эта идея пришла в связи, ну, с историческими какими-то размышлениями, и понимая, что надо зафиксировать свои бренды, свои легенды, которые здесь есть. В экскурсии я все равно веду к этому пню, который остался от Римутовой сосны, обязательно веду, и рассказываю, что специалисты какой возраст определили этой сосне, и вообще про сосну, Веймутовой. А какой возраст там? Вот разнятся мнения, один говорит 190, а другой аж 230 насчитал, ну, то есть порядка 200 лет, то есть она помнит Долгоруковых, эта сосна. Молодец, здорово. Мы перешли к выставочному пространству, 20 августа ожидается новая выставка, которая будет называться «Пространство цвета». Чего нам ждать после фантасмагории Евгения Глузя? А вот ждать «Пространство цвета» как раз, потому что графика все-таки вот это лаконично так все, лаконично в плане цвета, да, вот это черно-белый вариант в основном. А ожидаем мы на самом деле буйства цветов, потому что приедут к нам со своими работами две удивительные, не побоюсь этого слова, художницы, Ольга Богачева и Нина Габриэлян, она к тому же еще, вот Нина Михайловна, культуролог, искусствовед и большой поэт еще к тому же. И встречи с ними в день города, у нас запланирована встреча в день города. В сентябре уже, да? Когда будет встреча, они расскажут все сами об этой выставке, об этих работах своих и все свои размышления, я думаю, на публику предложат. Поделятся, да? Поделятся, да. Спасибо, интересно. А еще, знаете, я вот хотела по выставке, если можно. У нас еще одна выставка предполагается, мы будем скоро ее монтировать. Она должна была уже быть смонтирована, но в связи с событиями немножечко все это отложилось. Один из залов культурно-выставочного комплекса будет превращен в гостиную рубежа 19-го и 20-го веков. Так, это интересно. Да, вместе с интересным таким антикварным салоном готовим эту выставку. То есть будут не просто предметы мебели, будут и аксессуары, какие-то предметы личного свойства. Эта выставка будет не такой замороженной, то есть вот так, чтобы вот и не тронь ее. Она будет и меняться, и привноситься будет, она будет на постоянной основе, во-первых, и там будут привноситься постоянно какие-то новшества, будут дополняться, изменяться. Более того, такой приоткрою маленький секрет, но не скажу, что прямо в этой экспозиции будут проводиться мероприятия. Не скажу, какие. Ну вот камерные, очень интересные. Здорово. Кажется, я знаю, о чем вы. Но давайте не будем, действительно, не будем раскрывать интригу. И это все ожидать можно тоже ко дню города или раньше? Нет, чуть позже, после дня города, где-то к середине сентября. Ну вообще, надо сказать, что в этом смысле усадьба Знаменская Губайлова идет в ногу с трендами, потому что я понимаю, что сейчас в музейном пространстве и в музейно-выставочном пространстве есть запрос на интерактив, на то, чтобы зрители вовлекались. Конечно. Какие у нас еще есть инструменты? Вот я имею в виду в усадьбе Знаменской Губайлова. Квесты, мастер-классы. И сейчас 29 августа будет день открытых дверей. Как раз мастера будут проводить эти мероприятия, показывать, какие студии будут работать. У нас студия Оригами замечательная есть в усадьбе. Будут студии проводить свои презентации. Студия Эврика – это вокальная студия. Студия Ягодка, куда можно прийти людям старшего поколения и петь, научиться петь или просто петь от души. Эта студия уже проводит прям концерты. То есть это не просто люди учатся петь и сами себе там поют. Они все это выносят на публику. Это просто здорово. А где занимаются эти секции? Где занимаются? Вот это большой вопрос. У нас усадьба «Трансформер». Все эти залы, да. То есть зал превращается в зал квеста, допустим. Или вот он выставочный зал. Или вот он зал заседания историко-краеведческого общества. Поэтому приходится и физически нашим мужчинам то стулья мы ставим, то их убираем, то какая-то аппаратура. Ну, есть, конечно, один из залов наверху, который вокальная студия занимает. Хотя там тоже иногда и выставка размещает. А что делать? Пока вот идет... Ну, есть и вдохновение, наверное, определенное на фоне картины или на фоне изображений. Это да, это да. Потому что, конечно, определенная атмосфера создается благодаря выставкам. То есть сейчас сердцем, физическим сердцем является флигель западный, да? Да. Все остальные здания пока сейчас не задействованы? Пока не задействованы, да. Только мы их можем показать во время экскурсии, рассказать, что здесь было, что здесь предполагается, может быть. Хотя это еще уверенности нет. Четко сказать, что будет, потому что есть разногласия. Но внутрь, опять же, не заходит экскурсия? Нет, нет. Хорошо, спасибо вам за ответ. Вы уже начали говорить про бренды Красногорска, да, и есть, я думаю, в задачах Туристко-информационного центра продвигать в каком-то виде, да, или там, по крайней мере, составлять перечень этих брендов. Что еще входит, вот, в отличительные, да, вещи, что говорит, вот это из Красногорска, да, мы знаем марку «Зенит», марку фотоаппаратов, это понятно, а еще что? А еще что? Вообще, конечно, нужно было бы, чтобы все эти бренды были представлены, вот, в Туристко-информационном центре, который открылся тоже в этом же здании в западном флигеле. Вот, что еще можно отнести к брендам Красногорска? Вы знаете, у меня вот есть такая мысль вообще обратиться к жителям города, пусть они напишут, вот, что могло бы быть визитной карточкой Красногорска, потому что у меня одно мнение, у кого-то другое, и надо, чтобы люди, вот, сошлись в своих мнениях, и вот эти визитные карточки совместно мы бы определили. Потому что я сейчас вот, ну, даже боюсь что-то называть, от себя, да, скажем, боюсь называть, вот, потому что, ну, а вдруг люди не согласны. Мы поднимем вот этот вопрос на летописца. Это интересно спросить у красногорцев, я думаю, это очень правильно. Итак, что еще входит в обязанности Туристко-информационного центра, да, он был создан в январе 2018 года. В декабре, в декабре 2017 года. В декабре 2017. В 14 декабря 2017 года. То есть есть уже определенный период времени работы, когда он открывался, были такие заявления, вот, в частности, на сайте администрации было написано, учреждение станет настоящим координационным центром, который позволит гостям узнать о самых интересных местах округа и о лучших исторических маршрутах. Здесь можно увидеть презентацию о красногорских достопримечательностях, получить информацию о культурно-досуговой деятельности, узнать о местах питания и гостиницах. Сейчас, вот какое-то время спустя, что из этого... Я вот вообще хочу сказать, что вот Туристко-информационный центр, это же вот не изобретение, скажем, 21 века, да, не новомодное какое-то явление именно нашего века. Еще лет 130 назад во Франции появился прообраз современного Туристко-информационного центра. Франция до сих пор флагман как раз в этой области. Ну, а в России, это недавно, Туристко-информационные центры начали создаваться, ну, порядка трех лет, вот, три года активно. Сейчас, конечно, на территории России их много, где-то 250, может, уже и больше, то есть они растут, как грибы. Некоторые, правда, закрываются, то есть не у всех получается. Что такое Туристко-информационный центр? Для чего он, да, основная задача? Основная задача ведь не только развитие туризма непосредственно, а это развитие гостеприимства на территории того или иного региона. То есть, прежде всего, это для гостей города и региона, Туристко-информационный центр, чтобы люди, которые путешествуют самостоятельно, вот, неорганизованные, скажем, туристы, они знали, ага, они едут в Красногорск, они посмотрели, где там Туристко-информационный центр, они могут сюда прийти, получить информацию о достопримечательностях, о пунктах питания, о гостиницах, то есть все, что их интересует во время путешествия. Вот. Командировочные люди, у них есть свободное время, им тоже интересно было бы познакомиться с этим местом, куда они приехали, с новым для них местом поближе. И наша задача как раз привлекать этих людей тоже, чтобы как можно больше ознакомилось людей. Но есть еще, то есть Туристко-информационный центр может стать привлекательным там или местом притяжения и просто для старожилов, для горожан. Так как, например, хочется верить, стал наш центр, потому что, ну, ему повезло, он находится в историческом здании, во-первых, в усадебном здании, и он не является какой-то отдельной структурой. Это отдел муниципального учреждения культуры, Туристко-информационный отдел, вот так вот, если уж совсем правильно. Вот. Поэтому здесь вот наша задача прежде всего готовить маршруты как можно больше и больше интересных именно по нашему округу, по Подмосковью, чтобы знакомить не только гостей и командировочных, но и наших людей, горожан, красногорцев с новыми местами. И вот мы еще до создания Туристко-информационного центра много провели экскурсионных маршрутов, осуществили, написали их, осуществили порядка восьми очень интересных маршрутов, и люди вспоминают их с благодарностью. А сейчас мы сотрудничаем плотно с компанией «Русский дух туризма» вот в течение уже года, и еще увеличивается количество этих маршрутов, и уже мы вот ездили неоднократно. Это и на пути к Русской Палестине, конечно, есть такой маршрут. И сейчас вот к 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне маршрут «Последний рубеж», который проходит по территории Истринского, Волоколамского и Красногорского районов. То есть это все бои, те бои страшные, которые были здесь вот на подступах к Москве. А заканчивается вот маршрут «Последний рубеж» у нас в Красногорске в музее, бывший музей антифашистов, сегодня это филиал музея Победы. То есть здесь уже вот о сотрудничестве речь можно вести, потому что, мне кажется, вообще главное в любом деле и в туристско-информационном центре – это сотрудничество. Главное – не потерять, не растерять партнеров, которые стали тебе уже друзьями. Как часто в туристско-информационный центр приходят посетители? Насколько пользуются спросом услуги центра? По-разному. Вы знаете, вот уже за два с половиной года существования именно ТИЦ в Красногорске порядка пяти тысяч человек воспользовались информацией. Это немного, конечно. Это не так, как, например, за выходные в Архангельском 40 тысяч может побывать. Конечно, ну и это и объяснимо, но для нас и эта цифра очень хорошая, потому что здесь люди, которые побывали на экскурсии у нас. А визитная карточка нашего центра – это экскурсия – усадьба Знаменская Кубайлова, сервис Красногорска. И приятно, когда звонок и говорят, здравствуйте, это вот из Москвы, вот нас 20 человек, мы приедем на вашу четвертую пятницу, мы хотим побывать на экскурсии. И что у вас будет там в программе вообще после экскурсии? Разве это нехорошо? Это очень здорово. Прекрасно, это просто здорово. Тем более, что согласно опросу в ЦИО, останутся дома россияне в этот сезон, этим летом, в первую очередь из-за нехватки финансов. Вторая причина – это, конечно, коронавирус. Как вот отдохнуть так, чтобы не разориться, во-первых, и так, чтобы это было относительно недалеко? Вопрос, как сэкономить к вам, как руководитель УТИЦ? Как сэкономить? Ну, то есть, воспользоваться нашими маршрутами. Они бесплатные? Нет, нет, нет. Не все, а экскурсии? Вот экскурсии, допустим, которые вот ко дню города сейчас будут те, что по Красногорску, это бесплатно, да. И мы же подключились сразу, когда вот активное долголетие проект возник, мы к нему сразу подключились. И 30 октября, даже сейчас скажу, у нас приехал Сергей в Пасад, это была первая группа по активному долголетию, 50 человек приехали сразу. И вот сегодня, вот за эти 4 с половиной месяца, которые мы успели с активным долголетием поработать, более 600 человек по активному долголетию только прошло. И уже сейчас снова записываются после вот этих вирусных наших вопросов. Люди наскучались и записываются также на экскурсии, которые мы, мы не можем их сделать бесплатными, потому что мы же транспорт, здесь же и в транспорте делаем, во всех музеях, которые мы посещаем. То есть, не везде могут принять таким образом. Хотя у нас, вот, например, в Розу 2 года назад мы ездили, такой инфотур мы сделали, как города побратимы, они к нам приехали, и мы только оплатили дорогу, только вот транспорт оплатили, а все остальное вот нас принимающая сторона радушно очень встретила. Мы побывали в усадьбе Волныщина-Полуэктова, и до сих пор люди волшебством каким-то аукаются у всех эта поездка, и мы вот сейчас ведем переговоры снова с Розой. Будем возобновлять этот маршрут, тем более к 250-летию похода Долгорукого Крымского, ну просто это непременно надо, да. Ну, бесплатными будут посещения выставок, да, в усадьбе? Посещение выставок, экскурсия наша по усадьбе, потом вот у нас есть экскурсии по парк-заводу, есть такая экскурсия. То, что краеведы проводят, историко-краеведческое общество, это бесплатные экскурсии, вот, и которые мы намечаем, экскурсии новые, вот, ко дню города. Что вы можете посоветовать красногорцам, которые присвятились достопримечательностями городского округа, в том смысле, что есть более популярные, понятно, которые все знают, есть менее популярные, там, может быть, мимо которых мы каждый день ходим с работы на работу, да, но на них стоит обратить внимание. И ближайшее Подмосковье, да, куда вот направиться, если был уже и в Новом Иерусалиме. Был и в Новом, и в Старом, да. А вы знаете, все равно вот открываются такие вот, человек живет-живет, казалось бы, всю жизнь, и вдруг он не знает, что у нас есть такой потрясающий музей, как Железное Царство в деревне Коростово. Да, замечательный музей. Замечательный музей, куда можно приехать с детьми и по субботам покататься на этих каких-то невероятных, сказочных конструкциях, да. И Воробьев Валентин Яковлевич, он тоже радушный человек и с удовольствием расскажет и покажет все, что у него там есть, и это тоже бесплатно. Так, отлично, в Козе можно. В Коростово, да, в деревне Коростово, да. И у него вообще просто там симпатично и интересно. Вот, потом, например, вот не все бывали, село Дмитровское, не все бывали. Вот мы несколько разных плановых экскурсий уже туда делали, и люди до сих пор тоже вспоминают так же, как Рузу, и хотят снова поехать. Причем мы туда едем с новыми программами всегда с какими-то. В Дмитровское? Это у нас там с выпеканием хлеба, например. Прям вот на подворье? Да, да, там вот сейчас вот он, по-моему, только вот уволился. Ну, может, даст Бог нового возьмут кого-то. Потрясающий был совершенно повар Михаил. И, ну, это ощущения тоже невероятные какие-то, когда мы выпекали этот хлеб. Вот, представляете? То, значит, какой-то праздник совмещаем вот эту вот экскурсию, да. И сама экскурсия очень интересная. Это место волшебное, красивое тоже. Это ведь храм, который, храм Дмитрия Солунского, это патриаршее подворье, которое с 17 века не закрывалось никогда. Никогда не закрывалось. Это же советские времена, да? Никогда. Во времена гонения. Да, да, да. Здорово. Спасибо вам за рекомендации. Итак, в усадьбе Знаменская Губайлова, там, где находится ТИЦ, там, где находится культурно-выставочный комплекс, запланирован ряд мероприятий в августе. И одно из них – это яблочный спас, который на этот раз пройдет уже в седьмой раз. Да, но яблочный спас – это особое мероприятие. Оно проходит совместно с Духовным центром муниципальной культуры, который находится… Рядышком. Да, при храме знаменском. И отец Владимир, настоятель храма, он, конечно, главный всегда в этих мероприятиях. То есть он дает слово, наставление. И всегда это очень активно, очень ярко, очень многолюдно проходит. И надеюсь, этот раз тоже так же будет. Ничего людей не испугает. И погода не подведет. И погода не подведет. Не подведет, точно. Здорово. Известно, что в 2020 году туристам, отдохнувшим в Подмосковье, предстоящей осенью или зимой, компенсируют часть стоимости тура. Отдохнуть с кэшбэком можно будет с 1 октября по 20 декабря 2020 года. Ждете наплыв туристов? Вы знаете, я откровенно скажу, мы не ждем наплыва, потому что не то мы еще местные, мы не Мекка, еще пока туристическое, не Мекка. В силу разных причин, и даже в силу того, что нам надо привести в порядок этот ансамбль архитектурный. Но все-таки надо делать ставку на то, что Красногорск на пути ко многим Меккам туристическим, как Иерусалим, например, в другую сторону, Архангельская. Поэтому надо непременно его вписывать, вписывать постепенно. А усадьба, которая расположена в Ильинском, она сейчас еще не входит в маршруты туристические? Она входит в туристические маршруты, вот этот императорский маршрут. Более того, скажу, что есть тоже планы, что как раз по поводу Ильинского. Сейчас же там здание родительного приюта реставрируется тоже. Идет, да, реконструкция? Да, идет, идет. Прекрасно. Да. И вообще у нас есть мысли определенного партнерства как раз с этой усадьбой. Наверное, не буду раскрывать тоже. Пока не буду раскрывать, надо, чтобы сбылось все, а потом расскажем об этом. Вот, поэтому, да, это, конечно, тоже место, которое надо непременно об этом рассказать. Да, и посетить тоже. Там есть ведь у нас музей дворцового села в Ильинском, вот, Калининая Нина Григорьевна, может быть, вы знаете. Вот, замечательная женщина, которая своими силами... Вот, вот, в развитии истории. Ну что ж, городской округ у нас славится своими усадьбами. Это ли не повод сделать большой маршрут? Вот, я думаю, что есть такие планы, да? Конечно, конечно. Надо и усадьбу Новонекольская с заездом сделать, когда в Иерусалим ехать, и туда еще заехать. И есть куда заехать. А у Николы-Урюпина? У Николы-Урюпина вообще необыкновенное место. Вот, да и Новонекольская необыкновенная, потому что там тоже, вот, у нас тут вот Бальмонт на Сосне, да. А в Новонекольском, допустим, ну, на мой взгляд, да, Брюсов, гений места. Да? Да. Спасибо вам большое, спасибо за ваше время и за эту встречу. Я напомню, это был руководитель ТИЦ Красногорска Марина Былина. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнали Симон.